Дождливая погода, рассказывая за ЖКУ, за что же стоит платить такие бешеные деньги. Сразу могу сказать, ребят, те кто хотят там за 30, 40, 50, 70 тысяч ЖКУ, позвоните. Я вам дам телефон тех людей, но данное ЖКУ стоит немножко дороже. И постараюсь объяснить почему. Первое, это нержавеющая магистраль. Что это дает, не набивается, ничего не ломается. Потом отсекатели фирмы Tijet. Если кто не знает, что это за фирма, напишите, я отдельно вам сброшу рассказ. Здесь мы ставим Tijet шайбы. Пробовали разные, пробовали польские. Они вроде одинаковые, но когда мы ставим компьютер, вот сюда, вот Ирбит. К сожалению, польские шайбы не позволяют настраивать компьютер. Они дают сбой. Что же еще интересного? Ну, мощная рама, 600 литров бочка. Потом вот, ну это вообще, это просто песня, это просто сказка. Быстросъем, надеваем на шланг. Ну, в емкости, с которой идет заправка. Воткнули, защелкнули, открыли кран, пошла заправка. Штука удобная, штука для людей. У кого уже есть ЖКУ, модернизируйте, тема классная. Опять же, рукомойничек, потому что мы работаем с агрессивной средой. Что надо помыть? Взяли шланг, поставили, куда захотели. Открыли, руки помыли. Вот так вот. Ну вот, вот, наверное, и все. Опять же, вот трубочки. Это крашеная нержавейка. Если подумаешь, что это чернуха, нет. Все удобно, все продумано, все для людей. И также, чтобы бочка не раздалбливалась. Смотрите, здесь есть уплотняшка. Она не шатается, она сидит хорошо, хоть пустая, хоть полная. Вот у нас есть уплотнитель. Ну, фильтры стандартные. Снизу слив. Оборудование только итальянское, либо американское. Стараемся не экономить, потому что мы уже понаделались. Итальянский насос 120 литров в минуту. Одинно сброшу фотографии и обзор по нему. Всем хороших урожаев и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok